Прогноз на бой Джаред Канонир, Дерек Брансон. Не забывайте поставить лайк видео и подписаться на наш канал с кликом по колокольчику. Это средний вес и поединок пройдет в формате максимум 3 раунда по 5 минут. Оба бойца на верхушке дивизиона. И победитель сегодняшнего поединка в следующий раз выйдет уже против чемпиона. Канонир открывался у букмекеров незначительным фаворитом. Но за месяц в его победу поверило много беттеров во всем мире. И теперь уже Брансон стал сильным андердогом за 2,5. Давайте разбираться, кто ошибся. Букмекеры в первоначальной оценке и примерно равных шансах бойцов. Или беттеры со всего мира, которые сделали из Канонира явного фаворита. Еще больше прогнозов на UFC в нашем телеграм-канале и группе ВКонтакте. Ссылка под этим видео. Джаред Канонир. Работает из двух стоек. Отлично держит дистанцию, резко атакует и отходит. Все это благодаря развитому навыку тайминга. Опасны обе руки в одиночных выстрелах и комбинациях. Ноги часто задействуют для лоу-кика, который позволяет контролировать соперника. Если нужна еще дистанция, то летят миддл и фронткики. Причем резко выбрасывают. В перестрелке с Уитакером немного не повезло в третьем раунде. Поэтому сейчас Роберт в титульном поединке, а не Джаред. В партер Канонир не лезет. Но в поединке против Хермансона смог уйти от удушения сзади за счет своей юркости и физической мощи. С кардио проблем нет. Дерек Брансон Правосторонняя стойка. Длинные руки, которыми пытается дотянуться до соперника в прямом ударе или кроссе. А дальше можно уйти в клинч, либо выходить на тейкдаун. Да, Дерек недополучил в детстве любви и теперь пытается наверстать упущенное близкими связями с соперниками по октагону. И не сказать, что в партере он сразу ищет выход на сап. Все же мощь присутствует и может добить гранд-он-паунд или поработать локтями-молотками. В ударке подключают ноги, но здесь скорее номинально, показать, что они есть. С выносливостью все в порядке. А вот с челюстью есть проблемы. Отлетал в нокауты, но от того же Шахбазяна выдержал удар коленом. В общем, не все так однозначно с ним. Итог и наш прогноз на бой Канонир Брансон Ход поединка будет следующим. Канонир работает в стойке на дистанции и всячески пытается избежать клинча и партера, который ему будет навязывать Брансон. Дерек не дурак, поэтому не будет стараться перестрелять активного соперника в стойке. Многие говорят, что Канонир хорошо защищается от тейков. Ведь Хермансон так и не смог его нормально перевести. Но, на минуточку. Хермансон в первом раунде трижды ходил за тейком без подготовки. Прямо из центра в ноги бросался. А вот во втором раунде, когда пошел за четвертым тейком, то Канонир был готов и встретил внизу ударом. Дальше исход знаем. Брансон же не был замечен за такими глупостями. Он сближается и только потом идет вниз. Перед этим возможен прямой задней рукой для подготовки. Так что здесь однозначно будет вязкий бой и наша первая ставка – полный бой, то есть решение судей. А теперь относительно, кто победит в поединке. Здесь надо смотреть первый раунд. Надо видеть, насколько Канонир сможет избегать обниманий и стрелять на дистанции. Соответственно, если Канонир действует в стойке и его не ловят, значит берем его победу. Если же Брансон легко ловит и прижимает, то победа его. А у вас какой прогноз на этот бой? Напишите в комментариях под видео. Обсуждение турнира в лайве будет, как обычно, у нас в чате по смешанным единоборствам. Ссылка под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok